Всем привет, ребят. В общем, бегу я опять в укрытие, потому что летят кабы, может быть, хоть еще дорогу перейти нормально. Сейчас, ребят, секундочку, перешла. Какие милашки. В общем, ребят, сбегала в метро. Людей там не особо много, но вы, наверное, видели, все летело, как обычно. Вот. На улице у нас супер жуткая жара. А мы опять работаем, не работаем. Ждем отбоя. В общем, ребят, вышла, я думаю, побегу я в метро, да, когда писали, что что-то летит, и прилетело, походу, все-таки, в город. Вот. И пока я бегу, пишут, летит снова. Ну, вы представляете, да? Это не сильно приятно. Я такая думаю, что делать, что делать. Побегу быстрее, а у нас жара. Еле добежала до магазинчика, который тут в полуподвальном таком помещении. Думаю, спрячусь там пока что. Короче, там посидела пока, этот каб долетел. Долетела, и я потом пошла дальше до метро. До метро тут уже очень недалеко было. Ходила, посидела, посидела, походила в метро, а потом пошла немножко отвлечься. Зашла в Еву посмотреть косметику для губы, ребят. И вообще забыла за все, что летит, что не летит. Короче, начала пересматривать все эти помады. И 150-ю помаду, конечно, хотела выбрать. Еле сдержалась, честное слово. Вот, чтобы не купить что-то, потому что уже всего много. Но тебе надо еще больше. Короче, чтобы у тебя был целый склад. А сейчас это не сильно актуально, потому что возить целый склад даже косметики с собой не очень-то хорошо. И лучше использовать то, что есть. В общем, ребят, вот такая у нас работа на побегушках. Бегаем туда-сюда. Но ничего, вроде сейчас уже выпусков никаких нет. Мы пришли уже, пришла на работу. Не знаю, будем сидеть. Вот, что еще делать? Вчера, ребят, тоже были взрывы. Было весело вечером. Потому что, ну, прямо очень громкий был какой-то взрыв. Потом после него еще такое вот послевкусие, так скажем. И через какое-то время еще были взрывы. Вот. И тревога. Были, кстати, была отмена ночью. Но вот сейчас тревога началась. Она продолжается до сих пор. Так что поработать, наверное, вряд ли удастся. Потому что вчера тревога была целый день. И мы не поработали вообще. Просто просидели тупо. Ну что, ребят, пока такая ситуация. Что делать? А, кстати, еще смотрю, я вам уже рассказывала парня, который сейчас из Украины. Он живет в Германии. Он интересные видео снимает. В общем, он рассказывал про то. Что, ну, в принципе, это уже и есть там в разных интернет-ресурсах, что сейчас многих украинских беженцев выселяют из квартир, которые давали в Германии как социальное жилье. И, я так понимаю, это основывает тем, что они их отдают беженцам из других стран. Там, не знаю, сирийцам, еще кому-то. Которые именно подают на беженство. Которые будут беженцами, да? А не с 24-м параграфом, как у нас временная защита. Вот и поэтому многим людям, которым давали вот такие квартиры, их у них забирают. Я прям наявно не видела таких историй, знаете. Но, не знаю, ребят, наверное, все-таки такое есть, что забирают квартиры. Потому что, ну, не забирают квартиры, а просто выселяют. Поселяют и селят, скорее всего, рассказывают, что в какие-то лагеря, такие вот, знаете, контейнерные, или лагеря такого типа, как у нас был, забыла, как называется. Ну, как такие из контейнеров тоже, но как домики более цивильные. Вот, ребят, и понятное дело, что если человек приехал в Германию, и он давно, да, ему предоставили квартиру, он живет в комфорте, сейчас для него это супер жесткий стресс, когда ему приходят, говорят, ну, вы выселяетесь там через месяц, да? Потому что мы отдаем квартиру другим, а вас мы поселим, хрен знает где. Нет, я ни в коем случае не обвиняю там немецкое правительство, и, понятное дело, они делают, что могут, но для человека, для людей, это, конечно же, стресс, да? Ну, этот парень еще говорит, что он всех предупреждал, кому дают социальное жилье, типа, социальное жилье, это от бухты-барахты, да, с города, социальные работники просто вам находят жилье, пожалуйста, живите. И люди, конечно же, не зная всяких подводных камней, не зная всяких нюансов, радуются и живут, и думают, что это им надолго, и насколько им потребуется, но на самом деле нет, видите, какая ситуация, и он им говорит, этот парень, что лучше искать жилье самому, потому что у вас уже будет договор, которым вы тоже можете качать свои права, руководить, то есть вас не могут просто так выселить, да, у вас будет какой-то договор, какое-то определенное количество месяцев, да, которое вы там будете жить. И поэтому он советует все-таки искать квартиры и жильем самим. Вот такие. Также, ребят, когда мы были в Гамбурге, видели там, ну, то есть у нас был лагерь, да, мы жили в лагере, мы жили в лагере, и когда ходили в магазин, видели там недалеко тоже какие-то странные такие домики, да, которые привлекали к себе внимание, вызывали интерес, потому что часто из них выходили какие-то женщины очень, скажем так, странные. Вот некоторые разговаривали на уличице, кричали, тем более, кстати, на русском. Я вообще очень удивилась, была там такая женщина. Ну, потом просто они выходили, знаете, такие бомжеватого вида, очень какие-то странные. И потом в итоге мы узнали, что вот эти вот домики, и это предоставляют социальное жилье именно женщинам, тоже, я так понимаю, беженцам, представляете? И оно было, ну, настолько, знаете, оно немножечко отличалось, да, от мест, где живут именно немцы и, ну, другие люди обычные, не социального пособия. Но они были намного лучше, чем у нас, да, и такие вот более цивильные, более такие симпатичные. И мы обратили на это внимание, потом узнали, что это предоставляется вот такое вот жилье. У нас в лагере, кстати, ребят, очень-очень дорого, потому что там даже проживали люди и парень, который они сами снимали, то есть это было не социальное предоставленное им жилье, и они должны были за него платить. Мы думали, наверное, не платят там копейки, но на самом деле это достаточно большая сумма, если ты там не работаешь, давать такую сумму за комнату, в которой ты живешь с каким-то непонятным чуваком, ну, я на примере там парня, который вот жил, и то есть твои вещи не могут быть в полной безопасности, ты не можешь быть в полном спокойствии, у тебя общая кухня, два туалета, ты за это еще платишь деньги, представляете? Ладно, еще как бы, если вот для беженцев предоставляют, еще ладно, да? В принципе, условия нормальные, знаете, и общая кухня, и туалет, ну, не общий туалет, там как бы два туалета давалось на одну вот эту вот, на одно помещение, ну, в общем, ребят, не знаю, почему такие цены на недвижимость, непонятно, поэтому многие, наверное, боятся, если останутся на улице, просто не потянут даже на какой-то месяц снять себе жилье, потому что очень дорого, это буквально от 700 евро и выше получается, ну, честно, мы не искали квартиру так самостоятельно в Германии, и за сколько там сдают квартиры просто несоциальным, без социального пособия, я не знаю, пишите, ребят, в комментариях, если вы знаете, ну, такие лагеря, конечно, это очень сложно, но у нас был, слава богу, еще нормальный цивильный такой лагерь, но все, видите, упирается в деньги, все равно это все кем-то должно быть оплачено, и поэтому условия, условия там очень разные, вот так, ребят, немножко с вами поболтала, поделилась новостями, пишите тоже, если у вас есть какие-то новости, особенно по тому, что творится у нас в Харькове, я имею ввиду наступление, и все подобного плана, ладно, ребят, всем хорошего настроения, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, ставьте лайк, если видео вам понравилось, всем пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok